Это рубрика Ходсовета. Я Нара Ширалиева. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях режиссер Кшиштоф Зануси. С одной стороны, кажется, что все его картины удостоены высокой награды, поскольку в биографии режиссера практически каждое его участие в фестивале оборачивалось победой. С другой, осознаешь, что по математическим законам это вряд ли возможно, ведь Кшиштоф Зануси снял более 40 фильмов. Впрочем, он физик по первому образованию и прекрасно знает, нет такого закона, который нельзя опровергнуть. Режиссер работает по всему миру, и творческие команды всех стран Европы считают за счастье и честь пригласить Зануси в свой проект. Ведь помимо владения семьей языками, он знает секрет универсального языка всех тех, кто имеет какое-то отношение к искусству. Широкий зритель воспринимает Кшиштофа Зануси прежде всего как кинорежиссера. Многие читали его книги. При этом особое место в творчестве мастера занимает театр. Совсем скоро мы сможем увидеть новый спектакль классика мирового искусства в Москве, в Российском молодежном театре. Но надо сказать, что вы работали в начале 90-х в Московском художественном театре, был спектакль с Екатериной Васильевой, работали в театре Новосибирска. Теперь российский молодежный, его труппы, его актеры-звезды. Как вам кажется, в принципе, изменился дух российского театра и какова была ваша встреча с труппой Рамта? Знаете, я бы надеялся, что не изменился дух, потому что дух был хороший и 20 лет тому назад, и раньше. Просто русский театр имеет огромную долгую свою память. И пусть она останется, не надо, чтобы она изменялась. Театр очень живой. И что у него и живая публика, и живая сцена. Так что там что-то сходится вместе. И у меня осталось хорошее воспоминание. Какие будут воспоминания у публики, увидим. Но я очень рад, что мне удалось просто с таким ансамблем, с теми же людьми встретиться. И вы работали с ними, репетировали в Варшаве. Сейчас вы приехали уже перед премьерой работать непосредственно на сцене Рамта. Что-то изменилось в процессе репетиций? Ну, знаете, они могут быть более интенсивные. Я знаю, что в России бывают такие медленные репетиции, что люди репетируют 2-3 месяца. Чего я в Европе никогда не слышал это. Но это надо быть очень богатой страной, чтобы себе на это позволить. Потому что актеры дорогие, люди вообще требуют средств. 4 недели – это нормальный срок, это всегда так бывает. Вы как-то пошутили, что свои пьесы предпочитаете ставить в формате телевизионного спектакля, чтобы их увидели больше зрителей. Ну, если есть предложение, конечно. Конечно, мне театр очень радует. Но, с другой стороны, всегда есть такое искушение, что если я это покажу по телевидению, увидеть сразу на 100 раза больше зрителей. И это тянет. Но для Москвы вы выбрали пьесу «Оперна», достаточно известную. Здесь пьеса довольно универсальная, которую я уже ставлю в Германии. И вижу, что она переводится хорошо на разные, скажем, среды культуры. Это не проблема языка, но проблема того, кого она касается. Она касается универсальной темы. Темы гений, темы нормальности. И в том смысле, я думаю, что она здесь может оказываться тоже для молодежи особенно интересна. Это все-таки судьба человека, который имеет воде это необыкновенным талантом. Я бывший физик, так что для меня поставить пьесу, где главные герои математики, это как будто не остаться дома. Если говорить об интерпретациях, ваша первая картина была уникальна по премиям, которые она получила. Потому что она получила приз в Москве, в Авгике от воинствующих атеистов. И тут же практически сразу в немецком мангеме от католиков и протестантов, людей верующих. Одни ценили атеизм, другие христианские идеи. И вы тогда сказали, и вообще говорите о том, что когда в произведении нет диалога, нет разговора, каждый интерпретирует его по-своему. Но в пьесе доказательства все построено на диалоге. Означает ли это, что пространства для интерпретации меньше? Да, это правда, что пространства для интерпретации меньше, но там есть просто послания, которые есть в этом тексте. Театр в большинстве случаев основан на тексте, особенно такой театр. И там, кажется, довольно интеллигентные диалоги. Я очень радуюсь, что можно их представить. Российской публике даже удивляюсь, что эта пьеса до сих пор не была показана. Иногда говорят, что большим кинорежиссерам немножко тесно на сцене театра, потому что там единство времени, место и пространство. Как вы решаете эту проблему, если вы ее чувствуете на сцене? Я не чувствую, потому что мне не хватает крупных планов. Я бы все в общем плане полтора часа, это всегда человека ограничивает. Но с другой стороны, есть живый актер. И для нас в современном мире, где мы столько общаемся с техникой, с этим абсолютно ненатуральным способом общения, живый человек, который ежедневно будет играть немножко по-другому. Это огромное благо, которое дает театр, мне это очень развлекает. Хотя жаль, я оставлю спектакль и только по телефону буду проверять, как прошел следующий спектакль с теми же самими актерами. Мы очень надеемся, что вы будете чаще приезжать в Москву, тем более, когда ваша премьера будет идти в Российском молодежном театре. С нетерпением мы ее ждем. В нашей студии сегодня был режиссер Кшиштоф Зануси.